И всем привет, ребят! С Мистер Майкесю записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня вместе с вами мы протестируем новый обновленный твинс в рамках моего основного аккаунта. Твинс с пульсаром, то устройство, которое также поменялось в балансе. Посмотрим, насколько сильно оно изменилось. Является ли оно на сегодняшний момент времени актуальным? Есть ли в нем хороший профит? Ну и затестируем сегодня такую довольно интересную комбинацию в виде мамонта твинса с кризисом. Так как у меня что мамонт, что твинс появились в СП скинах с предыдущих элитных пропусков. Плюс ко всему прочему у меня упал мамонт на драйвер, да? Поэтому посмотрим, как будет работать эта комбинация. Ну а если вам подобного рода видосы нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать данное видео ролик лайком. Не забывайте подписываться на этот канал. Ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч тонкоинов. Для этого настройка игры в аккаунточке установите ему личный такт, такт, МП. Дальше оформляйте покупку в магазине. Ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего мамонта твинса, надо что-то подобрать по резистам. Более актуальное, более интересное. По сути даже можно взять со самого себя резист. Ну и по режимам, куда бы мы могли бы запикаться, чтобы наш мамонта твинс работал с кризисом. Лучше всего, наверное, был бы какой-нибудь там регби, либо может даже цп режим. Ну давайте попробуем быстрый бой, посмотрим, может быть матчмейкинг нам сам предложит что-то интересное. Условно даже тдмку дефолтную можно попробовать с таким вооружением выкатить, если у нас будет не супер большая карта. На средней дистанции этот мамонта твинс может давать очень и очень неплохие результаты. Учитывая тот факт, что у меня еще и будет быстрее накапливаться овердрайв на мамонте. Может получиться очень круто, особенно когда тебя запикивает на карту Иран в режиме CTF. Так, ну постараемся сначала поиграть агрессивно. Попробуем на агрессии пореализовывать нашу комбинацию. Если вдруг потом не получится, то мы потом можем уже встать пассивненько от своей базы. Поиграть. Количество пульсаров у нас с твинсом стало по моим ощущениям даже больше. Так как я тестировал это устройство на мегадонате. И скажу, что работает оно реально круто. Что сам твинс с пульсарчиком дает очень и очень хорошие результаты. Но когда ты катаешь на такой комбине как мамонта твинс, ну это выглядит прям вообще супер и супер круто. Так, ну и будем стараться сейчас еще выпушивать здесь фланги. Для бы было у нас больше возможностей на подборе мамонта. Ой мамонта, вас пожига здесь у меня на упорчик тоже будет играть. Попробуем ее сразу тоже быстренько здесь раздамажить. Наш тиммейт уже увозит флаг. Пробуем накинуть урон на верхний ярус. Но на верхний ярус там довольно таки сложно что-либо накидать. Поэтому пытаемся подсейвиться. Нет, к сожалению, все равно мы здесь улетаем на рез. 80% овердрайва у меня уже накопилось. Так, только у нас увозит флаг где-то. Где-то у нас увозит флаг. Так, вроде как вернули. Да, хорошо. Ну мы можем в принципе здесь даже чуть более пассивно поиграть. Ой-ой-ой, но не так пассивно. Не настолько пассивно. Не настолько пассивно поиграть. Так, у нас начинают уже здесь увозить легкие танки противника. Нам бы подборчик какой-то. Нам бы какой-то подборчик. А подборчика у нас нету. А подборчика у нас нету. Зато у меня появляется оудишка. Но здесь я не успею быстро реализовать. Плюс здесь вулкан с пульсаром. Боже, сколько пульсаров наносит эта махина. И я даже не знаю, как нам лучше здесь поступить. Разыграться от базы. Либо наоборот. Делать врывалову на этой мамонто-твинсовой комбиночке. Так, васпик-бомбочку не ставят. Если бы поставил, то можно было бы сразу ее бы рубануть. Но пульсаров реально вылетает крайне много. То есть, если контрить противника, то и с плашом, и просто можно очень и очень сильно встречать оппонента. Здесь на 0 хп. Как будто можно попробовать. Прожималову сделать. Первого набрели. Второго набрели. Отлично. Под врыв. Васпик-бомбочку не поставит. Отлично. Еще одного набрели. Шикарный овердрайв. Шикарная реализация. Так, здороваться с нами. Три противника. При том, что у меня было 0 хп. Троих набрели. Ну и врыв удался. Теперь можно чуть-чуть пассивнее встать. Чуть-чуть можно пассивнее встать, как последний дефер. И надеяться на то, что наши тиммейты флаг как раз-таки увезут. Так, здесь будет у нас открываться... Опа! А вот и у нас тиммейтик уже врывается. Видите, когда ты просто стоишь вот в такой позиции, да, противник уже так просто ворвать не может на увоз. Да, если даже подбирают, ребятки, то тут не все так просто. Не все так просто. Когда ты стоишь уже на базе, у противников уже не так много шансов под увозинг. Так, здесь есть хантер-огром. Давай, критони, критони, критони. Пульсарчик не залетел. Очень плохо. И за счет этого противник все-таки у нас флаг увозит. Так, 60% овердрайва у меня. Васпики с бомбами, конечно, пока у тебя овердрайва нету, могут здесь уже вжиматься и агрессировать. Вулкан тоже довольно-таки агрессивно играет, но мы тут уже как крайний дейфер чисто отрабатываем. Пытаемся что-то сделать. На твинца, просто на ддш. Ну и уже перехожусь к кризисам. Моментину. Можно было бы, наверное, даже взять какой-нибудь другой дрон. По типу там гипериона или ловкача. Но мне что-то как-то хочется на кризисе. Это прям, вот знаете, такая прям супер комбинация получается. Так, к сожалению, у меня овердрайв еще не успел накопиться. 99% было. Так бы можно было бы оверку в деф нажать. Так, а счет у нас-то 1-1 всего лишь. Всего лишь 1-1 счет. Поэтому попробуем сейчас под вот этот момент, пока противник уводит, вжималову сделать. Сделать вжималову, врывалову. Этого уносим. И успеваем ли? Успеваем ли? Где противник? А противник? Вот он. Вот он. Вот он, противничек. Ой-ой-ой-ой, хорошо, дома сразу. Да, то есть я успел долететь до вражеской базы за счет НИИ-3 кризисной на супер большой скорости. И еще успел набрить противника, который только-только подъезжал с флажочком. Сразу 20% овердрайва у меня уже накапливается. Паладина. Рикошет там сейчас будет выпушивать. Ой-ой-ой, Васпика пропустил. Пропустил Васпика на стелсик. Но урона много. Урона много. Должны набривать. Должны набривать. Нет. Уходит. Уходит у нас противник по широкой, по широкой траектории. Врезалова. Хорошо. И сразу здесь обработочка вкусненькая. Наш тиммейт должен возвращать. Ну а мы сразу под этот возвратик летим на свою базу дефить. Летим дефить. Ну, такой прям плотный дефчик у нас получается пока что в рамках этого боя. Но это работает. Это работает. Пульсарчики очень вкусно обрабатывают. И тут опять четверых противников стягиваю. Пытаюсь выиграть время. Но противник будет пытаться сейчас увозить. Попробуем сейчас быстрым пульсаром набрить все это дело. Отличный пульсар залетает по Хантерограмму. Тоже накидочку. Оформляем. Очень хорошо, что я взял резист от самого себя. Хантерогром пытается убежать. Будучи с резистом. Блин. Пульсар хоть и залетает. Но противник все равно на лоу хп пытается увозить. Наш тиммейт. Этот подбор не сыграли. Два резиста от Винца уже взяли. Ничего себе. Так. Наши тиммейты успевают в подборчик сыграть. У меня 97% овердрайва. Может быть успею зацепиться. Может быть. Нет. Все-таки не успеваю зацепиться. Но мамонт боже. Насколько много урона. Насколько много урона можно выдать просто с этой торпеды на врыве. И чуть-чуть бы если бы тиммейты выиграли больше времени. Я бы успел бы еще бы и возврат бы в этом моменте оформить. Так как въезжал я противника, который вез флаг. Так очень и очень уверенно. Но к сожалению мы доставочку отдаем. Твинс скажу себя показывает круто. Да. То есть сама пушка сейчас в полном порядке. Ой-ой. Вот сейчас то что мы флаг пропускаем так глупо. Это очень неприятно. Можно было чуть-чуть шире встать. А. Флажочек скидывается у него. Или вы его сливает. Не понял что произошло. Но в любом случае возвратик есть. 40% овердрайва. С драйвером кстати тоже овердрайв копится очень быстро. Это тоже не может не радовать. Так. Ну и супер торпедка. Пока на имбе двигаемся. Пока на турбо имбе двигаемся. По ощущениям. Да. По ощущениям. Вот этот винтик работает. Работает. Так. Васпик на врыве. Ага. Конечно. Да-да. Заходите к нам еще. Заходите. Здесь параллельно еще миночки можно выставить. Ну и надеяться на то что наши тиммейты увезут все-таки флаг. Один флаг. Наши тиммейты увезли. Будем надеяться на то что еще один флажочек. Нашим тиммейтам удастся увезти. Овердрайв падает у нас на центре. Который я не успеваю здесь подобрать. Васпик на врыве. Попытается наверное что-то сделать. Ой-ой-ой. Паладинчик еще с овердрайвом. Васпика то я добрать то успел. Но паладина здесь я уже не заберу. Мне 95% овердрайва. А. Наш тиммейт отдефали. Хорошо. Я уж подумал что надо сейчас будет врывать. И атаковать под овердрайв. Но. Пока что мы можем подефать. Так. Васпик с бомбочкой. Если бы прожал бы бомбочку. Мне бы пришлось бы тоже ответочку дать сразу. Чтобы его набрить. Так. Ну и у нас тиммейты тоже начинают стоять в дефе. Зачем вы стоите? Ребятки. Я тут сам задефаю. Вы можете атаковать смело. Вы можете все смело в атаку ехать. Я просто супер дефер. Профессионал здесь задефаю. Тут база вообще бесшансовая. Так. Васпик летит стелсиком. Опять заходик стелсовый. Хорошо. Обрабатываем двоих. Отлично. Отлично. Закрываемся от дополнительного урона. Бомбочки. Так. Ну и пока что у нас все под контролем. Пока что и ран под четким контролем. Пока что дефчик работает. Васпик врывает. Но тут две минки. Даже тем самым. Что у нее даже появилось там пространство. Ничего страшного в этом не было. По сути все контролируется. По сути все у нас четко. Так. Только вот единственное. Остается у нас 4 минуты до конца. Я думаю что под конец боя. Где-нибудь за минутку до конца. Я попробую ворвать в атаку. Под воз. Да. Чтобы мы эту каточку хотя бы постарались в ничью свести. Но пока. Пока все круто. Пока мой вкусный мамонта твинс на дефчике работает. Да. Единственное. Только вот можно например попробовать. Нет. Нельзя уже. Подворвать под овердрайв. Я думал. Можно было бы вжать например свой. Так. Мамонт. Ой-ой-ой-ой. Здесь вот пульсарчик. Пульсарчик накидывает. Очень неприятно. Хоппер. Пытается подворвать. Но бэн. Насколько жесткий все-таки твит с пульсаром. Насколько легко им обработать и принять противника. Который например тебя выпушивает. Это прям вообще легенькое. Прям супер легенькое. В моменте. Ничего вообще сложного в этом плане нету. В приемочке. Но вот единственное только то что. То что мы не ведем по счету. Если бы мы еще ввели по счету. Было бы просто великолепно. Но к сожалению мы проигрываем. Ой-ой-ой сосуль. У меня в голову прилетает. Вот этого я не ожидал. Если честно увидеть. Вот этого я не ожидал увидеть. Так. И васпик пытается под стелсом. Под стелсом на увозинг. Но он супер лоу. По идее он супер лоу. Или я попасть по нему. Ой-ой-ой. Подава срабатывает. Боже. Нулячий васп. Увозит у нас флаг. Наш тиммейт на подборе. Бобочку поставить. Хорошая боба. Да отход. Наш тиммейт увозит. Шикарно. А когда наш тиммейт увозит. Что мы делаем? Правильно. Мы делаем врывалову. Мы делаем турбо врывалову. Потому что противник то нас не видит. А мы врываем. Мы врываем по вкусненькому. Двоих на рубилову. Хорошо. Третьего. Отлично. Дома. И попробую теперь увезти. Когда наш тиммейт доставил. Попробуем на этой торпеде. Нет. Здесь хп не хватило. Надо было наверное сразу просто увозить. Не въезжать в этого типа. На Крусейдере на центре. Надо было просто атаковать дальше. Но ладно. У нас еще один овердрайв будет. За 2 минуты до конца. Отличный. Контр. Атак у нас получился. Поэтому. Теперь надо чуть-чуть. Поддефить уже. Поддефить базочку. И надеяться на то, что наши тиммейты флаг увезут. Потому что у нас тиммейты на врывалову неплохо делают. Так. Опять этот пульсар. Опять пытаемся заддефать. Заддефать. Васпик-то уже под доставочку врывает. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Хорош. Успеет, да? Поставит? Боже, что происходит? Ну доставь, пожалуйста. Хорошо. Четко. Четко. Очень круто. Так. И теперь аккуратность. И теперь мастер дефа должен уже показывать просто максимальный плотный деф до конца этого боя. Мне уже атаковать не надо. Мы уже 3-2 ведем. Ну и все, что нам надо, это просто додефать. Додефать базочку. Ой-ой-ой. Куда-куда-куда врываем? Куда врываем? Друг ты мой хороший. Стопэ. Так, паладинчик еще есть. Хорошо. Обрабатываем. Очень много атаки, если честно. Наши тиммейты вроде как уже тоже начинают плотненько дефать. Это хорошо. Минутка остается. У меня 90% овердрайва. 15 секунд я могу выиграть чисто на оверке. Когда вожмусь. Поэтому пока что играем так аккуратненько. Противнику надо будет сейчас въезжаться 100%. Наш тиммейт уже на хантере реализует свою оверку. Ну и теперь просто... Ой-ой-ой. Наш тиммейт доставочку оформляет. Ну шикарно. Просто шикарно. Даже если сейчас противник увезет, мы все равно эту тему всю задефаем. Так, там 3 овердрайвных противника въезжает. Поэтому мы вжимаемся. Мы вживаемся. Сосуля молочная. Потому что это мамонт овердрайв. И он не чувствует сосули. Он просто не чувствует сосули. Отличная реализация очередного овердрайва мамонта. Можно было дожить, конечно, до аптечки. Противник пытается въезжать. Но здесь у нас хантера фриз. На дефе отрабатывает. Паладина фриз тоже ничего не может сделать. Еще один противник на врыве. На Крусейдере тоже без увоза. Ну и вот так вот мы камбэкаем эту каточку. Вот так вот мы камбэкаем. Еще одна доставка от нашего тиммейта. За 10 секунд до конца. И это идеальная каточка. Под свою концовочку. С 33 киллами. На 18 смертей. На мамонта твинсе. Мы заканчиваем этот бой. Я считаю, что это шикарнейший результат. Ну и это точно достойно вашего лайкозавра. Вот такую вот комбинацию мы сегодня раскатали. Не стандартную, я бы сказал. Да. Но насколько четко получилось ее реализовать. И на возвратах. И в атаку. Ну и, конечно, плотненько от дефчика. От своего флагштока. Пишите, что вы думаете по поводу этой камбиночки. Как вам твинс с пульсаром? Потому что в первую очередь мы тестировали именно этот замечательный твинс. Обязательно поддержьте данный видос лайком. Если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.